Всем привет, кто пытается принимать участие в игрушке. Сегодня три коротких маленьких инструкции будет, и, соответственно, одна из них посвящена безопасности компьютерной, антивирусам и, соответственно, подобным каким-то вещам, которые есть наверняка в вашем компьютере, в вашей системе. Вторая часть – это программы для наведения порядка, ну и, соответственно, небольшой кусочек еще будет посвящен тому, что такое архивы и как можно архивировать свои данные и где их можно хранить. То есть это длинная такая, длинная предыстория, но на самом деле все очень просто. Наверняка у всех из вас есть на компьютере какой-нибудь антивирус. Мало кто понимает, мало кто вообще подозревает даже о том, что изначально в состав операционной системы Windows уже входит свой антивирус, достаточно неплохой по качеству, но он довольно с низким коэффициентом, скажем так, производительности, и не все вирусы он видит. Но, тем не менее, существует такого рода защита, которая называется Windows Defender или Windows Defender Essential называется, и, скорее всего, у вас она есть в вашем, ну вот, скажем так, вот в этой области, в которой находятся всякие разные значки. Наверняка вы можете увидеть, это Windows Defender этот, если, сейчас у меня тут животное ходит новое, пищит, ну пусть ходит. Наверняка вы можете увидеть его с помощью вот этого раскрывающегося списка, там есть такой прекрасный, так, сейчас открывается вот такой прекрасный значок, называется, сейчас, если его открыть, то открывается вот такой прекрасный, прекрасное окошко, да, которое называется Microsoft Security Essentials или Windows Defender, в общем, ну по-разному оно называется, неважно. Сам факт, что нарисован такой домик с флажком, да, ну типа замка, и, соответственно, стоит зелененькая галочка, и написано, что ваш компьютер защищен, то есть, таким образом, ваш, ваш Windows, ваша операционная система защищается от всяких разных вирусов злобных, или каких-нибудь там нездоровых попыток проникнуть на ваш компьютер разных всяких там червяков и каких-то там ботов и так далее, ну то есть, каких-то злобных программ или каких-нибудь скриптов, которые теоретически могут проникнуть к вам как-нибудь в систему и что-нибудь там напортачить. Открою еще одну страшную тайну. Эта система, как правило, почти всегда включена, она почти всегда стоит на, ну как по умолчанию в рамках вашей операционной системы, и чаще всего те люди, которые вам ставили операционку, они не выключают Security Essentials, и он остается работать. И поверх вот этого, это уже достаточно мощное антишпионское антивирусное программное обеспечение, поверх него ставят какой-нибудь Касперский или еще что-нибудь, и они начинают вдвоем работать, делать одну и ту же работу, и, соответственно, часть работы выполняет один, часть второй, и они начинают между собой пересекаться и тормозить систему со страшной силой. В сочетании с Windows, ну с Windows, ну с кем, Microsoft Security Essentials, ни один антивирус нормально работать не может, и общее торможение системы начинается просто вообще процентов на 30 может, ну как бы тормозиться все, что вы делаете, особенно если это какие-то операции по передвижению файлов, по перемещению, по копированию, или по изменению больших объемов каких-то данных, перемещения с диска на диск и так далее, или архивирование. Все это происходит достаточно активно при вмешательстве антивирусных или антишпионских программ, и, соответственно, очень сильно тормозит вашу работу вообще. У меня всегда Security Essentials, он всегда выключен по умолчанию, у меня лично, да, потому что я его не люблю, и мне как бы он неудобен, не нравится и так далее. Многие из вас наверняка знают, что существует масса всяких других антивирусов, да, и, соответственно, у кого-то из вас стоит Касперский, у кого-то Енот, у кого-то там Аваст, они все разные, и в зависимости от того, где вы покупали ваш компьютер, где вы в какой компании его покупали, да, у них там могут быть либо партнерские отношения с каким-то там, с тем же самым, с Касперским, да, либо у них есть, например, какой-нибудь из антивирусов какая-нибудь, не знаю, партнерская скидка или специальное предложение или так далее, да, то есть, ну, вам, получается, почти всегда впаривают вместе с вашей операционной системой, уже защищенной достаточно неплохо, вам впаривают еще дополнительный антивирус, причем чаще всего не бесплатную версию, которая есть у любого антивируса, а платную, и она, как правило, там от 800 тысяч, ой, от 800 рублей до 2000, короче, стоит или бывает иногда даже подороже. Такого рода вещи, ну, как бы делают люди, которые торгуют компьютерами, они делают это бессовестным образом, не спрашивая вашего решения, и просто вам говорят, что вот мы вам поставим пакет программ нужных, без которых вы обойтись не сможете, и, соответственно, они будут стоить там 3,5 тысячи рублей, там 4, например, когда вы покупаете компьютер, да, и вы его купили за 20 тысяч, и вам еще 10% или 15 там сверху накрутили за то, что они ставят бесплатное программное обеспечение или то, которое вам вообще нафиг не нужно. У нас немножко все по-другому, вот смотрите, и, в принципе, если эта штука вам не нравится, да, то есть, как бы, сам по себе, у вас есть уже антивирус, например, какой-то, то вы можете выключить Microsoft Security Essentials, еще раз напоминаю, он находится в Windows 7, он называется Security Essentials, Windows 10, он называется Windows Defender, соответственно, он находится вот в этом окошке, ну, в дополнительных программах, да, и, соответственно, выглядит как домик такой с флажком на крыше. Если я его выключаю, если он мне не нравится, да, ну, как бы, если вот в параметрах нажимаю его, например, да, и он говорит, что защита в реальном времени, ну, тут на русском все языки, у меня операционная система на русском, я, соответственно, на русском сделал, ну, как в смысле, и антивирус тоже на русском получается. И запланированные проверки можно делать, действия по умолчанию, что надо сделать в случае, если какая-то угроза обнаружится, и тут есть защита в реальном времени, галочка. Все, если я ее убираю, нажимаю «Сохранить изменения», у меня возникает адская красная полоса, вылезает зверское сообщение, что нет у вас никакой, ни одной антивирусной программы, вот такая вот символика страшная возникает, но, тем не менее, меня это по барабану, я, потому что я знаю, что я не хожу на те места, где существуют какие-то вирусные угрозы, да, я веду себя спокойно, я не лазаю там, где не нужно, не качаю всякую гадость, не пойми откуда, не нажимаю галочки, которые меня не просят, и не нажимаю кнопку «Ок» и не отправляю там по телефонным номерам никаких паролей и так далее. Сейчас я об этом расскажу, естественно, но пока в данный момент как бы речь идет о том, что я эту штуку я выключил в реальном времени, он меня не проверяет ничего, и, соответственно, не вмешивается в процессы, которые идут у меня на компьютере. Мало того, запланированная проверка не, ну, как бы, не запланирована проверка никакая, последняя проверка, которая на этом компьютере проводилась, была в 2014 году. Все, я его выключаю, он мне не нужен, я его не использую никогда, даже не пытаюсь ничего с ним сделать. Существуют гораздо более интересные решения, которые, в принципе, являются антивирусом, но по своим характеристикам, по своим возможностям очень часто бывают как бы очень разные у них именно возможности, способности и так далее. Да, и существует масса такого софта разного, который является антивирусным и который вынужден или, в смысле, принужден, не знаю, как сказать-то, предназначен для того, чтобы защитить ваш компьютер от каких-то потенциальных гипотетических вирусных атак. Так, еще одну тайну открываю, вирусных атак, как таковых, практически не происходит, если учесть, что у вас, как правило, по умолчанию Essentials включен, то вам вообще все это дело по барабану, никто никуда не пролазит, никакие трояны, шпионские, там, черви вирусные, вредные, там, всякая фигня, они не пролазят, они просто физически не могут, у вас есть хорошая защита уже. Но компания Касперский, например, она судится, ну, и не только Касперский, некоторые компании другие, которые делают антивирусы, они судятся теперь с Майкрософтом, потому что Майкрософт в данной ситуации использует свое монополистическое положение, монопольное, и в каждую операционную систему, какая бы она ни была, ну, какой бы она ни была красивой, нарядной или самой дешевым вариантом, он вставляет вот этот свой Майкрософт в Security Essentials и, соответственно, таким образом нарушает права тех людей, которые делают другие антивирусные программы, соответственно, ну, как бы, то же самое, как в свое время очень сильно боролись все производители браузеров, да, с браузером, который называется Windows Microsoft Explorer, и который включается по умолчанию в каждую операционную систему, на каждом компьютере существует. То же самое происходит с антивирусом, поэтому борьба идет довольно-таки активно, и Майкрософт, ну, чтобы пойти на некоторое смирение в этой ситуации, ну, как бы, сглаживание конфликта, он все-таки допускает такие вещи, что вот табличка вот видно, да, по эффективности, по всяким разным там индексам, характеристикам и так далее, Майкрософт находится, ну, не то чтобы на последнем месте, на самом деле разница между ними тут 2-3, там 4%, если вы обратите внимание, то есть 95% и 100, да, то есть это не с нуля до 100 график, а 95% и 100%, то есть тут 1-2% буквально разницы по скорости, по производительности и так далее, между всеми антивирусами, которые существуют в данный момент и которые чаще всего используются. Поэтому если у вас есть какой-нибудь из антивирусов, Аваст или Касперский, или Софас, да, или там даже Нортон у некоторых есть и так далее, Енот-32 так называемый, да, то это скорость работы у этих антивирусов или там их возможности, они примерно одинаковые, но могу сказать сразу, что Майкрософт спокоен в плане, допустим, тех же самых ворованных программ, о которых мы периодически вспоминаем, когда надо что-нибудь поставить, какой-нибудь офис, например, или какую-нибудь другую программку, да, но мы берем бессовестным образом, скачиваем с торрента какой-нибудь кряхнутый вариант, ставим его себе в систему и пользуемся и живем себе спокойно. Майкрософт к этому делу относится еще более-менее спокойно, Касперский, Аваст или там другие там Еноды всякие, они на это дело очень сильно реагируют, они начинают нервничать и возмущаться по поводу того, что в состав этого, ну, как бы, пиратского софта входят такие элементы, такие скрипты, которые позволяют залезть в систему вашу, да, и навести там какой-то порядок определенный и сделать так, чтобы ваша система не интересовалась производ, ну, как бы, происхождением этого вашего софта, который, ну, не совсем честно приобретен. То есть, ну, влезает специальный скрипт, вылезает в вашу систему, обманывает бессовестно ее, да, и говорит, да-да-да, все, у нас лицензия есть, не переживай. И в этой ситуации, вот как раз Касперский или Аваст, они очень сильно возмущаются, они могут поймать этот файл, который лезет в систему, поймать, скрутить ему башку, и у вас, короче, программа, как была, нелицензионной, так она нелицензионной остается, но у нее нет вот этой заглушки, нет кряка так называемого, да, и без кряка она будет работать 30 дней, там, или 20, и потом у вас вылезет, вылезет, скажем так, ругательное сообщение, что ваше программное обеспечение закончило свою работу в тестовом режиме, и купите нормальную, настоящую, полную версию. Таких довольно-таки часто бывает, ситуации много, и наверняка вы с ними сталкивались, поэтому будьте осторожны, и не ставьте, ни в коем случае не используйте те антивирусы, которые лезут и решают за вас, какое программное обеспечение, каким вы можете пользоваться, каким не можете, и так далее. В этом отношении Microsoft молодец, они как бы спокойно ко всему относятся, можно убрать галочку, что помещать все в карантин, и он будет вам просто говорить, что вот найдена какая-то странная, непонятная программа, и ничего не будет делать в этой ситуации, просто будет вам сообщать. То же самое делает Avira, Avira.com, на сайте, который мы сейчас находимся в данный момент, это бесплатный антивирус, еще раз напоминаю, да, то есть мы не, я не пытаюсь вам навязать какую-то платную вещь, тут есть в магазине, можно купить за 31 доллар, это 2000 рублей, почти, да, можно купить большую там защиту с помощью Avira Antivirus Pro, это платная версия, сделанная в Германии, все это делают, очень серьезная, ну, крутая контора, ей много лет, она 10-11 что ли лет уже на рынке, и, соответственно, я им все это время пользуюсь, сколько себя помню, ни разу не было ни одного случая какого-то там заражения массового и так далее, один-единственный раз они немножко опоздали с выходом, когда был офигенный червяк в 99-м году, очень злобный был компьютер, компьютерный червь, так называемый, да, но сейчас их уже таких не повторяется, но тогда вот была дырка в операционке, и он как бы у нее пролазил, он начал рассылать себя по электронной почте, это был один-единственный раз, они опоздали где-то на, ну, часов на 6 или на 8 всего, с момента этой вот грандиозной атаки мировой, и в принципе все, больше не было никаких случаев, поэтому я считаю, что Avira это офигенный, прекрасный, замечательный антивирус, который не лезет туда, куда его не просят, который спокойно относится ко всяким разным крякам, понимает, что такое скрипт и понимает, чем отличается от вируса, обыкновенный скрипт, который вылезает, влезает в систему и, ну, как бы, немножко правят те файлы, которые нужны, ну, которые нужны для работы крякнутого ПО, так называемого, да, ну, может быть, это не совсем правильно воровать программное обеспечение, но оно, собака, достаточно дорогое, поэтому пользоваться им приходится, вот, поэтому у меня стоит вот этот антивирус, вот, если сейчас я его открою, и, соответственно, он бесплатный, еще раз напоминаю, вы можете его скачать, спокойно, я вам ссылочку дал, ну, как бы, вот в этом уроке, посмотрите внимательно, вот, и можете его поставить, но только перед этим вам надо выключить Microsoft Security Essentials или какие-то там, какой у вас там есть, еще не знаю, антивирус, идеальный вариант удалить антивирус, который у вас есть в системе, прямо напрочь его поудалять, он будет возмущаться, топать ногами, орать, особенно Нортон, Нортон практически невозможно удалить, вот, и, соответственно, будет, сейчас, ну, не так быстро включается, если вы обратите внимание, у него логотип выглядит вот так, я надеюсь, вам видно, да, вот здесь зонтик открытый, открытый зонтик, что сейчас включено, ну, то есть, если такой логотип с зонтиком, с открытым, значит, включена real-time, так называемая real-time, ну, как бы, защита в реальном времени, у меня она не включена, могу вам еще раз объяснить, что необязательно ее включать в защиту в реальном времени, потому что на меня никто не нападает, то есть, практически нет такого, чтобы на меня кто-то напал и какой-то злобный вирус пришел, откуда-то непонятно, откуда накинулся, напал и так далее, единственное место, откуда он может напасть, это флешка, на флешке можно теоретически принести откуда-нибудь вирус, и когда вы флешку втыкаете, ну, по большому счету, лучше все-таки использовать антивирус во включенном состоянии, в режиме открытого зонтика, сейчас, я не знаю, что он не хочет открываться, вот, и, соответственно, лучше в режиме открытого зонтика использовать, потому что иначе тогда, может быть, неожиданность какая-нибудь, и он возьмет ее, и загрузится, у вас флешки какой-нибудь, злобный троян, и будет потом цепляться ко всем файлам ненужным и так далее, это бывает очень редко, бывает в исключительных случаях, я бы сказал, вот, и если вы обратите внимание, вот у меня логотип выглядит, как, сейчас, я понимаю, что что-то он тупит у меня во время записи, я не знаю, что-то подтупляет, то есть защита идет, она никуда не делась, защита достаточно неплохая, но не в реальном времени, а в режиме, как бы, фоновом, да, так называемом, фоновый режим, когда у нас включен, антивиру, ну, авира включена, но зонтик убран, и, соответственно, у меня не включен, вот видите, требуется действие написано, это значит, что я не включил, в реальном времени защиту не включил, но у меня есть защита в фоновом режиме, и, соответственно, он проверяет все файлы, которые он считает не очень хорошими, ненадежными, он их потихонечку проверяет, тихонько лазит по компьютеру, смотрит, сам проверяет и так далее, но он при этом не жрет никаких ресурсов, он спокойно себя ведет, тихо, мирно, и, в общем-то, не напрягает мне, и не мешает работать никак вообще, в относительно спокойном режиме, тихо копает там, где нужно, выглядит это довольно-таки неплохо, все у него хорошие настройки, все на русском языке есть, сайт на русском языке, весь можете почитать, посмотреть, вот, сканируется в облачном режиме, так называемом, да, то есть он ищет какие-то файлы злые, помечает их, как опасные или не опасные, и иногда периодически лазит в базу, ну, как бы в интернетную, да, и смотрит там новости какие-нибудь, смотрит и обновляется, у него в комплекте много всяких утилит, неожиданных, интересных, да, которые вы тоже можете использовать, которые здесь присутствуют на его приборной доске, это веб-фильтр, это так называемый фаервол, если нужен, есть системный, систем спидап, это вообще ужасная, чудовищная штука, которую я не рекомендую, но которая по умолчанию хочет загрузиться и установиться вместе с антивирусом, это так называемый буст, бустер или ускоритель, ускоритель вашей системы, на самом деле он не нужен, ничего он не ускоряет, и устанавливать его не нужно, если у вас есть возможность при установке нажать галочку, убрать точнее галочку, чтобы не устанавливал систем спидап, то надо это сделать обязательно, Phantom VPN это виртуальная сеть, в общем об этом мы будем говорить когда-нибудь позже, сейчас оно вам не нужно, браузер Scout они сделали специально для того, чтобы лазить независимо от всяких куков и от всяких разных ваших данных, которые у вас есть, какие бы они ни были, вы пользуетесь браузером Scout и он не записывает никакие данные, где вы были, с кем, что вы делали и так далее, он вообще ничего не записывает. Ну и не дает другим приложениям и сайтам не дает записать ничего про вас. Ну и соответственно это в Макстоне тоже можно сделать, у каждого сейчас браузера есть такой вариант, создать изолированное окно так называемое, поэтому ничего страшного, не надо тоже браузер устанавливать лишний раз. И Safe Search это спокойный поиск или защищенный поиск. Вот все эти вещи, они входят в состав платного антивируса и соответственно если вы выберете вариант платный, да, ну 31.99 сейчас он стоит и соответственно вы можете его себе приобрести за бешеные деньги за 2000 рублей и поставить. Мне вполне хватает бесплатного, загрузить бесплатно, красивая зеленая кнопочка, вы можете его загрузить и воспользоваться всеми возможностями бесплатного антивируса и периодически у вас будет посреди экрана вылезать рекламка, которая его рекламирует и говорит, ну может быть вы купите им полную версию. Закрываете ее и все. То есть, ну ничего страшного в этом не происходит, она периодически не каждые 15 минут вылазит, а там раз в неделю по-моему. То есть таким образом я настойчиво рекомендую удалить то, что есть, удалить тот антивирус, который у вас есть в наличии, который каким-то образом действует в вашей системе. Удалить его можно с помощью специального, ну такого достаточно простого варианта, который называется панель управления, если вы знаете, да, то панель управления существует в вашем компьютере. И здесь вы можете выбрать, там, ну чтобы не искать среди этих значков, да, вы потерялись, например, вы можете написать просто здесь, там, программы, например. Программы и компоненты, то есть, ну, либо удаление, прям так и пишите, да, удаление, то есть установка и удаление программ, да, можно сразу найти. Ну, поиском выгоднее, удобнее пользоваться, нежели чем каким-то, каким-то визуальным там поиском. Проще так набрать. Вот, установка и удаление программ нажимаете, у вас вылезает целый список всех программ, которые у вас существуют на вашем компьютере. И как раз один из этих, один из этого всего большого длинного списка, тут есть название вашего антивируса, который вот в данный момент запущен, и который, значок которого вы можете увидеть наверху. Ну, если у вас есть, например, там, Касперский, ну, Нортон, антивирус, там, Аваст, все что угодно, вот, здесь у меня Авира, видите, написано, например, да, и я могу эту Авиру либо удалить, либо, там, изменить, либо еще что-нибудь с ней сделать. Вот, если она мне нравится, то я оставляю, если не нравится, то я могу с ней, там, по-братски разобраться, хрис-хрис, там, шашкой его порубить и все. Настойчиво рекомендую избавиться от остальных всяких разных вариантов и использовать ее, потому что, во-первых, она 64-разрядная, очень быстрая, маленькая по размеру, она 100 мегабайт, все весит 120, и, соответственно, работает очень быстро и не тормозит вашу систему, никогда не лезет туда, куда она не нужна, куда не просит. Дело ваше, можете выбирать, можете как угодно пользоваться, да, советом, и, соответственно, и в этой ситуации в обязательном порядке надо еще выключить Windows Defender или Windows Microsoft Security Essentials называется, да, то есть штука, которая выглядит как домик с флажком, потому что, ну, иначе они начнут конфликтовать, начнут между собой взаимодействовать неправильным образом и так далее, то есть, ну, это не очень приятно и, соответственно, очень сильно останавливает вашу систему. На этом про антивирусы все, еще раз могу просто на прощание вам сказать, что вирусов на самом деле не существует, это все фикция и, по большому счету, если вы вдруг, совершенно случайно, я не знаю, как так дошло до вас, неожиданно, да, у вас вылезла какая-нибудь надпись там рекламная или еще что-нибудь, да, типа срочно, там, ты победил, ты выиграл 50 миллионов рублей или еще что-нибудь наподобие какая-нибудь херня вылезает, вы можете, конечно, нажимать на все кнопки, радоваться этому обстоятельству и говорить, что, о, круто, я 50 миллионов выиграл, вот, но, поверьте мне, это очень простой и легко доступный способ победить любого обывателя, любого быдла человека, да, которому показывают подарок, он говорит, ура, ура, подарок, принять и принимает этот подарок, ну, и, соответственно, с ним целую кучу всяких разных других вариантов, которые, которые могут залезть в его систему и что-нибудь потырить. Учитывая то, что у быдла ничего нет, у них нет ни счетов в банке, ни каких-то денег, ни каких-нибудь интересных вариантов, да, ну, что-то полезного, то хакеры ими не интересуются, поверьте мне, ваш компьютер хакерам не интересен абсолютно. Самое большее, что они могут с вас вообще поиметь, что они хотят, да, то есть они у вас не могут ничего украсть, даже если у быдла совсем ничего нет, ну, у вас, может, есть какие-то копейки там на, в онлайн банке или где-нибудь там, не знаю, на Яндекс.Деньгах, да, но это тоже совсем немного, и поэтому хакерам абсолютно неинтересно копать, в этом во всем копаться и пытаться эти две копейки ваши честные трудовые стырить, ну, смыслом, зачем они лучше в банк какой-нибудь залезут, там потырят миллионами. Вот, поэтому все, слухи о вирусах и слухи о злобных хакерах очень сильно преувеличены, можете, конечно, меня опровергнуть и доказать мне каким-то образом, что на самом деле они существуют, и у вас, например, кто-то там погиб или ваш компьютер умер там от вирусов, но вирусов, которые разрушают компьютерное железо, которые могут сжечь жесткий диск или стереть все файлы или еще что-нибудь, таких вирусов практически не существует, это редкие-редкие вообще единичные экземпляры, на которых надо повезти, ну, надо, чтобы еще вам повезло, и, поверьте мне, ну, это как, ситуация с ними примерно такая же, как с автомобильными авариями и с авариями самолетными, да, то есть самолеты падают, примерно 5 миллионов человек летает в течение дня на самолетах по всему миру, 5 миллионов человек, представляете себе, летает, то есть, ну, ежедневное количество рейсов, Которые совершаются по всему миру Около 5 миллионов человек перевозят И соответственно какое количество народу Гибнет, да, то есть 200 человек Не знаю, там в месяц погибает А в автомобильных авариях 40 тысяч человек ежедневно погибает По всему земному шару 40 тысяч человек, никто об этом не задумывается Это примерно та же ситуация, как с вирусами У вас железо умрет Гораздо быстрее, проще Вы сами его зальете чаем, там, не знаю Сгорит диск жесткий, или там еще какая-нибудь фигня Молния, не знаю, все что угодно Но не вирусы, понимаете То есть вирус один из, там, это самолетная авария практически Это бывает, там, не знаю, раз в десятилетие Вот, поэтому не надо Не надо страдать вот этим Скажем так Параноидальным синдромом, да Вирус ничего вам не сделает Если даже на вашем компьютере есть дети И дети что-то нажимают, какие-то кнопки и так далее Поставьте вот Макстон, да Это мой браузер любимый, который я уже Рассказывал, если кто в курсе Если кто не в курсе, есть такой Макстон На него ссылку я тоже дам обязательно У него стоит вот такая волшебная штука Называется блокировщик рекламы Она блокирует очень много всяких разных вариантов 1426 рекламных блоков заблокировано И в том числе она блокирует поп-апы Блокирует все всплывающие окна Которые, вот, можно нажать Блокировать всплывающие окна на этом сайте и так далее Вот, можно посмотреть, чего она там заблокировала Вот, тут написано целый список огромных всяких разных штуковин Которые, ну, как бы она поймала, нашла и настучала по башке Это специальная программка маленькая, внутри встроенная Именно в браузер Она вот ловит таким образом всякую рекламу, которая мне не нужна И которая меня бесит, например Или она мне мешает, или вообще трафик жрет, или загружается долго Вот, я ее таким образом отключил И, соответственно, сейчас мне не страшно, что у меня вылезет какой-нибудь злобный И неправильный баннер, который будет нести в себе какую-нибудь шпионскую Или еще какую-нибудь программу То есть, таким образом, спокойно можно обезопасить себя С помощью нормального современного браузера И нормального обыкновенного бесплатного антивируса Не надо всех остальных платных всяких там касперских Их обновление могучее, которое по 150 мегабайт качает каждый день Ну и так далее, все это не нужно И, соответственно, вам можно делать все это дело гораздо проще и быстрее Я извиняюсь, что очень длинно получилось Но я хотел коротко, но как-то так вот вышло Что на самом деле для общего развития вам, может быть, даже и будет полезно когда-нибудь Все, всем спасибо Большое спасибо за то, что вы про антивирусы послушали Дальше у нас будет еще одна тема Которая тоже посвящена порядку на вашем компьютере